приветствую вас домики для цитрусов настали уже майские праздники хотелось конечно сказать вообще что все смешалось доме оболонских и праздники и выходные карантин и как все это в куче в этом году немного не радует потому что нет возможности выехать что-то купить что очень уже нужно не хочется ехать в эти эпицентры где куча людей ходит вот ну а в целом все хорошо погода наладилась погода замечательная у нас уже очень тепло и много растений выехал на улицу и в зимнем саду стало просторненько и комфортненько вот в нижняя теплица уже тоже попросторней с дорожки все сеянцы уехали на улицу выехали еще так единичные большие цитрусы лимон юзу выехал вот и стала попросторней и по комфортней даже мне ходить со шлангой манги еще цветут у кого новенький приростик петух кукарекает соседский вишенка в этом году на ней больше вишенок вот если в том году она зацвела в тот момент вернее созрели плоды тот момент когда вот было много вишен обычных и как-то я не получила от нее никакого гастрономического интереса потому что обычные вишни бедрами никто не хотел рвать и тут на ней таких было несколько штучек то в этом году она довольно таки рано вот сегодня у нас в третьем мая и уже спеют вишники потому в этом году уже как бы поинтереснее с этой вишней плоды у нее такие интересные ой надо поаккуратнее дать им еще больше повисеть такая вот как как баянчик как тыковка как гармошка какая-то ребристая у этой вишенки она сочная есть немножко такой специфический привкус и очень большая косточка то есть вот ее косточка вот такой плодик то есть косточка большая размножается она сеянцами и черенками черенки стоят на укоренение потом посмотрим из семечки она тоже хорошо растет и сплоды носит и главное тут если у вас есть такая вишенка это ее формировка лишний раз не обрезать веток потому как цветет она на молодых приростах на молодых ветках манга майя весь всыпан бусинами такими и цветет и много-много завязей держит пока месть лимон перета у него такая интересная форма он как бы грушообразный и носик у него есть еще на него очень похоже есть лумия пера дель комендатора водка если в этом году благополучно созреют оба плода на этих деревьях то можно будет сравнить чем они отличаются потому что внешне плоды похожи но листья отличаются вот здесь стало сыну довольно-таки пусто и просторно не пусто с пусто я перебрала ну довольно-таки просторно а последнее мое приобретение это был этот помело он был весь усыпан плода цветами бутонами вот за это время он позеленел он сбросил абсолютно все все отсвел какие цветочки раскрылись какие не раскрылись но все сбросил я им не мешал в этом и листья него позеленили то есть корни заработали после пересадки он набрал питательных веществ и листочки стали более зеленого насыщенного цвета приростов еще нету ну ладно но само растение чувствовать себя нормально мандарин квад индио у него тоже есть плоды в этот раз их побольше и они поменьше и дозревают и плоды вот и и новые приросты такой довольно таки интересный экземплярчик цветет вариегатный кофе вот у него там уже отцвели несколько бутонов еще есть бутончики так что посмотрим посмотрим их грунт я уже купила зеленый не выдержала в их и выехала в садовый центр зеленый грунт капец а грунт для аллахины и будет его скоро пересажен увеличен горшочек и пересажен свежий грунтик петахая с петаха и все нормально вот так растет сформирована подвязана на такие палки аллахатые вот подсмотрено все в тайских роликах еще чуть-чуть и нужно будет подрезать ее верхушечки и обрезать чтобы она там ветвилась а вот крайняя петахая подгорела она уперлась уже в поликарбонат видать тот угол больше светит солнце и ее нужно подрезать пониже то что видите горелый вон хвостик у нее в этой половинке я вчера весь зимний сад хорошо поливала и прям с напором со шланги и помыла им всем крону потому сегодня на сегодняшнее утро здесь прохладненько и вся такая листва зеленая насыщенная еще местами мокрая и мокрый коврик и у меня будет лицо нормального цвета потому как когда мы снимаем днем при обилии солнца у меня лицо не совсем нормального цвета из-за солнца поликарбоната но не такое красное загорелое непонятный загар вот сейчас же еще прохладно мы раненько вышли снять рот роличек вся листва мокренькая зелененькая насыщенная плодики смылась вся пыль вот моя lumia pera del comendatore вот она похожа не значит не похожа я что-то решила сначала что она похожа на лимон перетто нет у них по-другому немного завязи выглядят вот на этой особенно так позаметнее что чуть-чуть они все-таки отличаются хоть она тоже такая вытянутая но нет они отличаются и и листья отличаются так что да это все-таки разные совершенно не похожие экземпляры так что расскажу о них когда будет спелой плоды вот два листочка там куркума в горшочке ну как еще порастет в этом году потом покажу ну корешок уже куркумы я там видел а вот сеянцы которые сеяла в ролике без танцев с бубном они спокойно вот сходят посеяли полили и забыли я не крепенькие зелененькие и не вытянутая ножка у них так что меньше над ними хлопотать нужно и не волос висает таким каскадом уже нужны ветки эти подвязать давать им так сильно склоняться вниз кидейка распустилась все время блин забываю как ее название хизис какой-то там у нее такая стрелочка выходит цветочная и так много-много цветочков и цвет цветочков тоже очень интересный у нас такой розовый нежные очень колокольчики наши тут карпы под зеленушкой они на блики будет плохо видно прячутся в зелень водичка прозрачная карпы все на месте со всеми все хорошо ну а я еще раз я вам показывал вот при уборке отвалился плодик из апельсина шунко кан есть такой апельсинчик вот такой у него название шум кукан привитом кстати на подвой форнер аль кайда номер пять рост довольно таки хороший вот размерчик этого апельсина еще один плодик у него остается висеть вот один уже отпал сейчас мы его разрежем плодик довольно таки ну крупненький размерчик больше конечно похож на мандарин это первое плодоношение такая у него не совсем понятная мекоть во-первых суховато значит нужно увеличить нему горшок видать не набрал своей сочности на немного суховат бледный ну плоды еще не дозрели и апельсин овальный каламбрийский там еще два плотика тоже немножко вот не да не доспел но я тщательно убирала и сшибану эти два плотика а по шум кукану он просто не набрал сочности но он уже сладкий и достаточно вкусный то есть я думала сейчас он меня не впечатлит а когда нет просто нет сочности то есть если будет полная сочность то сорт будет достаточно тековой вкусовые качества у него хорошие уже хорошие при том что он не зеленоватый и не сочный так что надо попробовать этот сорт нормальным спелом состоянии овальный каламбрийский ну как обычный вкусный апельсин то есть ничем не отличается там от вашингтона гамлина на по вкусовым качествам мекоть оранжевая чуть жестче пленочки у него сахар досталось набрал достаточно и сочный и дерево тоже самому хорошие рослое вот свите и в него вот такие плотики уже довольно таки крупные это моя прививка привита она была 22 07 18 года привита было три веточки вот на три скелетные ветви и вот такой саженец уже хороший довольно таки рослое стоит на полу и растит плотики поздравляю вас с майскими всеми праздниками с днем победы с 1 мая мир трудной нам как видите отдыхать не приходится работы много вот и всем ее желаю и главное крепкого здоровья крепкого здоровья всем вам вашим друзьям близким знакомым родственникам абсолютно всем потому что будет здоровье у нас остальным сами себе все добудем так что будьте здоровы растите цитрусы это интересно это всегда увлекательно есть чем заняться и не скучно не скучно вы зачем-то ухаживать его что-то растите что-то добываете пытаетесь вырастить укоренить привить так что это движение движение это жизнь всем здоровья больше двигаться позитивных эмоций хорошего настроения всех обнимаю до новых встреч пока ухаживай до новых встреч пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»